Здравствуйте! Как меняются библиотеки со временем? Какие новые технологии используются? И что читают современные дети и взрослые? Об этом говорим в нашей студии директора муниципального учреждения «Централизованная система детских библиотек» Татьяна Халитова. Здравствуйте! Здравствуйте! И директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилина. Добрый день! Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, названия ваших учреждений звучат приблизительно одинаково. Есть же какие-то отличия? В чем они? Конечно. Самарская муниципальная информационно-библиотечная система – это, как мы называем простонаречие, это взрослая система библиотек. То есть мы обслуживаем граждан от 14 плюс и далее. Да, и Татьяна Халитова. Обслуживаемая система детских библиотек объединяет в себе 27 детских библиотек, центральную городскую детскую библиотеку и 26 библиотек-филиалов, расположенных во всех девяти административных районах города. Вот оно, главное отличие. Вы ориентированы на взрослую аудиторию, вы на детскую. Скажите, пожалуйста, как я поняла, благодаря нацпроекту «Культура» сегодня в ваших библиотеках происходит модернизация, обновление и новый современный взгляд вообще на то, что является сегодня библиотекой. Вот именно на это понятие. В чем это выражается? Ну сначала, наверное, несколько слов о самом проекте. Что он предусматривает? Все мы знаем, что в Российской Федерации реализуется 12 национальных проектов на период с 2019 по 2024 год. И национальный проект «Культура» — это составная часть этого большого масштабного направления. Здесь реализуются три направления. Это творческие люди, цифровая среда и культурная среда. Мы в городе Самара в прошлом году в рамках проекта «Национальной культуры» был отремонтирован ДК «Октябрь», детская школа искусств номер 6, Самарский театр «Самарт», театр юного зрителя. И мы тоже решили принять участие в национальном проекте «Культура». Благодаря поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации города Самара, мы разрабатывали концепцию развития библиотеки и подавали заявку в проектный офис Министерства культуры Российской Федерации. — И одержали победу. — И одержали победу. Вот две библиотечных системы города. Это, конечно, большой прорыв в библиотечном мире и, в частности, в Самаре. Вообще в Самарской области это девять библиотек стали победителями, все открыты. В этом году, в 2020-м, одна библиотека еще добавилась. То есть для Самарской области мы регион, который лидирует в этом направлении. 69 субъектов Российской Федерации откликнулись на эти предложения, подавали заявки из 82 наших субъектов Российской Федерации. Конечно, это был очень жесточайший отбор, и мы рады, что мы отвечаем всем современным требованиям не только российского уровня, но и европейским стандартам, раз мы вошли в число победителей. Да. Татьяна Алексеевна, вы тоже участвовали в этом, так скажем, конкурсе, можно сказать, да? А как разрабатывалась эта концепция? Откуда вы брали такое современное видение? Ведь вы же глядите вперед, вот эти идеи. Как у вас разрабатывались, рождались? Во-первых, я хочу отметить, что мы набрали самый высокий балл. 164 балла у нас была вот именно Центральная городская детская библиотека. Из 9 библиотек, как сказал Татьяна Владимировна, библиотек модельных Самарской области у нас был самый высокий балл. Что такое заявка вообще? Что она из себя представляла? Ну, это естественная концепция развития библиотеки. Здесь нужно было подробно прописать и программу повышения квалификации сотрудников, и создать финансовую смету на закупку оборудования, конечно, продумать план комплектования, и план новых мероприятий, мероприятий нового формата. И абсолютно точно украшением нашей заявки был дизайн-проект новой библиотеки. И все это в совокупности послужило тому, что заявка получилась очень фундаментальной, серьезной, и вот такой рейтинг высокий. Но на данный момент у вас произошли уже открытия библиотек. И у нас есть сюжеты, давайте посмотрим их по очереди. Начнем с первого. Спасибо. Найти нужную книгу в бумажном или электронном варианте за пару минут, даже если она находится на другом краю земли. Новые библиотечные технологии позволяют это сделать, радуется книголюб Вадим Вавилов. Он частый гость восьмой библиотеке на Николая Панова, 30. Здесь время летит незаметно. Художественная и научная литература на любой, даже изысканный вкус. Это та библиотека, в которую хочется зайти и провести очень много времени. Здесь можно не только взять книгу, а еще посетить интернет-зал, посмотреть на новые выставки. Самое главное, здесь просто хочется находиться, и здесь очень прекрасная атмосфера. Эта библиотека первая в Самаре победила в нацпроекте «Культура». Модернизация коснулась всех аспектов работы. Книжный фонд увеличился до 24 тысяч экземпляров. Все новинки литературы, в том числе и бестселлеры, можно легко найти на полках. Заработала электронная система поиска нужной литературы и ее контроль. Это делает обслуживание читателей более комфортным и рациональным. Кроме того, украсть книгу невозможно. На каждый нанесен штрих-код. В нашей библиотеке представлена уникальная подборка акции «Просветитель». Мы единственные в Самаре и Самарской области, кто владеет этой коллекцией. Это популяризация русскоязычных ученых, которые могут простым, доступным языком рассказать о современном мире астрономии, физики, о тех исследованиях, которые проходят в нашей стране. Современная библиотека – это не только читальный зал. Это интерактивные площадки. Здесь проходят творческие вечера и мастер-классы артистов, писателей и поэтов, выставки художников. Ученые рассказывают о последних научных достижениях. А между творческими спорами можно выпить чашечку чая в литературном кафе. Созданные здесь технологии, новые библиотечные информационные технологии, они просто позволяют библиотеке стать удобной, современной, комфортной. Открытие вот такой вот модельной библиотеки, а она не последняя в нашем городе, это только начало. Это настоящий прорыв в нашей культуре. Чтобы встречи проходили интерактивно, а система обслуживания читателей работала как часы, в рамках нацпроекта «Культура» закупили специальное световое и звуковое оборудование. А компьютерная система автоматически создает личное досье на каждого читателя и может в дальнейшем порекомендовать нужную литературу, исходя из его вкусов и пожеланий. Еще одна услуга – короткое сообщение на телефон или электронную почту о всех новинках или по отдельным направлениям литературы в библиотеке. Эксперты уверены – классическая книга будет популярна всегда. Исследования мирнофизиологов показывают, что при чтении бумажного носителя, при чтении книги, которую человек держит в руках, у него запоминание, оно на порядок, в сильную, более сильную сторону отличается, чем при работе с гаджетами или при работе с электронными ресурсами. И поэтому я думаю, что мы как регион интеллектуальный просто не позволим себе потерять вот этот потенциал, который потом мы реализуем в инженерном уже направлении наших предприятий, которые действительно по сути формируют, например, ракетно-космическую отрасль всей России. В Самарской области 9 библиотек модернизируют по последнему слову техники по нацпроекту «Культура». По замыслу авторов, библиотеки нового поколения должны стать центрами протяжения научной и творческой мысли. Посмотрели сюжет. Насколько это все оправдано и востребовано сегодня, потому что много идей, вложений, много чего вложено. Есть люди, пользуются это спросом и популярностью? Вот то, что вы загадывали, так скажем. Конечно, мыслей еще у нас много по реализации, но большая часть реализована, она пользуется спросом и можно прийти в библиотеку номер 8 Самарской муниципальной информационной библиотечной системы. Это Николай Апанова, 30. Мы открыты с 11 часов до 8 вечера, поэтому приходите, будем рады. А самые кардинальные изменения, которые произошли, на что можно ориентировать публику? Конечно, это и открытие, единое информационное и выставочное пространство, и мне в связи с этим хочется пригласить вас посетить выставку «Ни одиночество, ни встреча», посвященная Марине Цветаевой. Это выставка «Диалог» Марина Цветаевой и Марии Рильки. Тем более «Серебряный век», он сейчас так пользуется спросом. Эпоха модерна очень привлекательна. Приходите, можно посмотреть эту выставку. Дальше у нас Международный год химических элементов, таблица Менделеева, 150 лет со дня ее создания. И, конечно, посетить эту выставку. И, конечно, наш действующий проект «Два» – это «Наш современник», «Голоса пьес» 28 января, 18.30. Пожалуйста, будем рады, приходите. Сами посетители, они могут свое мнение как-то высказывать? Или это в формате лекции проходит? Конечно. Современная библиотека, она отличается тем, что если раньше мы воспринимали такое консервативное помещение, учреждение, в которое ты пришел, взял книжку и ушел. Сегодня современная библиотека – это не только и не столько книговыдача, сколько это пространства возможностей для литературных экспериментов, для театральных проектов. Это и учреждения, и пространства для маломобильных граждан, которые могут посетить без препятствий, без всяких порогов. А если и ступеньки, то это и есть подъемники. Важное замечание. Это, конечно, и различные творческие инициативы самих читателей, и, конечно, это и новейшие книги. Это доступ к достоверной, проверенной информации, в том числе в электронном формате. Это и справочная правовая система «Консультант», и «ЛитРЭС», и доступ к национальной электронной библиотеке, президентской библиотеке. Мы единственная библиотека в Самаре, которая бесплатна, будучи читателем нашей системы, любой библиотеки, не только модельной, восьмой. Это более доступ к 370 тысяч проверенных, уникальных документов. Очень она актуальна будет для педагогов и учащихся высших учебных заведений. Ну вот, я думаю, стоит к вам прийти, и ваши специалисты все, конечно, расскажут, совсем познакомят. И еще единственное, хотела бы тоже добавить, да, то, что, когда я сказала, что это новейшие различные авторы, да, и новейшие технологии, вот в этой меточке, которую мы называем «Ирфит», да, вся информация об этой книжке заложена. И мы не тратим много времени на обслуживание читателя, когда это все сканируется, определенный штрих-код. И прозвучало, да, досье на читателя, но мы это называем «карта читателя», когда можно, посмотрев все, что прочитал данный читатель, мы можем предложить из нашего большого многообразия фонда то, что ему интересно, хочется. Но вы идете не то, что в ногу со временем, а даже вперед. Татьяна Алексеевна, как дети реагируют на все изменения, которые происходят в вашей библиотеке, и что это за изменения? Что кардинально, на ваш взгляд, больше всего изменилось? Я хочу рассказать, что Центральная городская детская библиотека реализует концепцию библиотеки на все случаи детства. То есть детская библиотека через книгу приобщает ребенка ко всем процессам, которые происходят в детстве. Что это за случай детства? Конечно, это игра. В первую очередь, основной вид деятельности ребенка – игра, он познает все через игру, поэтому в нашей обновленной модельной библиотеке появилось новое пространство – игротека. Мы ее назвали «Остров зелененький». Она действительно зелененькая, очень привлекательная. И вот это новое пространство абсолютно дает ребенку возможности для его творческой реализации. Здесь и мягкие модули, здесь и книжки-игрушки, и настольные игры для всех возрастов. И появилось детское игровое лото, куда они кидают мягкие шарики. На каждом шарике нанесена буква, они складывают уже буквы в слова. Ну, самые маленькие просто кидают, а уже дети постарше действительно составляют слова. Появился новый детский игровой терминал «Медвежонок». Он сразу полюбился нашим читателям. То есть там пакет программ уже заложен. Это и пазлы, и логические викторины, и рисунки. И даже девочки могут составить себе прическу. То есть, сидя перед этим детским терминалом, появляется изображение своего лица, и они подбирают себе прическу. То есть очень большой пакет программ заложен вот в этом детском игровом терминале. Ну и, конечно, мягкие модули, из которых они строят башни, лабиринты, мягкие модули буквы, из которых тоже складывают алфавит. То есть игротека теперь самое любимое место в нашей библиотеке на все случаи детства. А как же книги? Что читают сегодня дети современные? Я только начала, что вот основной вид деятельности игра, и через игру мы играем, и, конечно, и книжки, и игрушки помогают приобщить ребенка к чтению с самых малых лет, потому что теперь у нас библиотека от ноля и старше. А книги, книг действительно много, и мы закупили более трех тысяч новых детских книг, и большое внимание уделили вот именно этой аудитории от ноля. Два, три, четыре года у нас появились особые такие книжки-игрушки, тактильные книги, книжки-шнурочки, которые можно и, нажав там на кнопочку, послушать мелодию и поиграть. Вот, конечно, книга – это основное, библиотека – это книга, и все, что с ней связано. И очень много детских журналов появилось. То есть, если до модернизации мы около пятидесяти наименований детских журналов выписывали, то сейчас больше девяносто. Какой процент из литературы зарубежной и российско-отечественной? Вот если вот так вот проанализировать. Ну, мы стараемся закупать самую лучшую качественную детскую литературу и зарубежных авторов, победителей каких-то литературных премий и отечественных, и хотим просто сказать о том, что кроме проверенной детской классики появилось очень много детских новых имен, новые имена в детской литературе, о которых, может быть, родители не все еще знают. Но мы как раз и рассказываем родителям об этих новых именах, издаем соответствующий дайджест, новые имена в детской литературе. Он у нас публикуется и на сайте, в рубрике мы издаем. И на сайте вообще централизованной системы детских библиотек очень много полезной информации для вот таких внимательных родителей. Есть рубрика читателям, и там все новинки детских книг и биографии новых детских писателей. Чтобы уже ознакомиться заранее, прийти и просто взять эти книги. Я хотела бы добавить, что вот в начале 2000-х годов был такой небольшой перекос в сторону зарубежной литературы, когда открылись пространства, и мы познакомились с достойнейшими авторами зарубежными Ишмид и Киз. Но сейчас в приоритет это наши российские авторы. И очень бы хотелось обратить внимание на таких, как Евгений Водолазкин, как Михаил Тарковский. Это наши русские кладези. И тем более Водолазкин, у нас есть и книги с его автографом. То есть мы присутствовали на встрече специально в Санкт-Петербург, на культурный форум ездили. Его сравнивают с Сорокином. Да, и он же входит... Вы поддерживаете это, да, мнение? Ну, не с Сорокином я его сравниваю. Ведь он входит в Комитет по культуре при президенте Российской Федерации. И так просто, скажем так, не станешь членом этого комитета. У него достойнейшие произведения и «Авиатор», и «Брисбин», и вообще замечательные. Мы ведем специальную страничку в соцсети. Это проекты СМИПС, в том числе Евгений Водолазкин. И еще раз хочется обратить внимание на Михаила Тарковского. Он популяризирует именно русскую литературу. Это вот сравнение немножко с Достоевским нашим, то есть в сегодняшнем времени. Это Сибирь, это Енисей, это русское слово. Такое читаешь, и ты погружаешься в мир самого автора, в мир высокой литературы. Да, Татьяна Алексеевна. Обязательно, конечно. Из современных детских писателей можете кого-то тоже назвать, обозначить? Да, я хотела бы сказать, что вот мы для родителей издаем как раз вот такие дайджесты-памятки, в которых рекомендуем прочитать самые лучшие детские произведения. И для самых маленьких это, конечно, стихи Анастасии Орловой, Сергея Мохотина, сказки добрые Андрея Усачева, Дины Сабитовой. А для ребят среднего и школьного возраста можно посоветовать Георгиева. Очень много интересных у него книг. Жволевский и Пастернак – это такой литературный дуэт, который очень интересно пишет Олег Гургузов, Михаил Яснов, очень много новых детских имел. Да, и важно тоже о них знать, потому что вот сейчас так меняется действительность, с каждым днем практически, поэтому, конечно, нужно презентовать новых авторов, чтобы быть в нынешней реальности, чтобы дети в этом жили. Практически перед Новым годом вы открылись, и ваша библиотека. Давайте посмотрим сюжет, как она выглядит сегодня. Библиотека на все случаи жизни. Такую концепцию заложили в основу обновления помещений учреждения. Особое внимание самым маленьким посетителям. Теперь для них не скучные ряды с книгами, а большая игровая зона и компьютеры. Первые посетители уже оценили комфорт. Здесь, конечно, очень красиво. Просто здорово. Во-первых, детям будет очень интересно, потому что здесь много игровой зоны, здесь все в игровой форме. Как говорится, новшества ввели, компьютерные игры. В современной библиотеке все оборудовано по последнему слову техники. Теперь на каждой книге есть специальный чип. Издать ее можно с помощью новой системы гораздо быстрее и проще. Я кладу книжечки и нажимаю «Продолжить». Мне нужно, то есть станции достаточно 10 секунд, а может быть и меньше, для того, чтобы увидеть книги, которые я положил сюда. Детская библиотека на Аэродромной в этом году отмечает свое 85-летие. Капитального ремонта здесь не было с 90-х годов. Масштабное обновление стало возможным благодаря участию в федеральном конкурсе национального проекта «Культура». Самарская библиотека получила 10 миллионов рублей на ремонт и переоснащение. Здесь полностью была реконструирована и система вентиляции, и система отопления, и замена оконных конструкций. Абсолютно все было новое. И вот теперь мы получили такое интересное, комфортное для людей пространство. Библиотека на Аэродромной уже девятая, которую переоснастили по национальному проекту «Культура». Всего в этом году регион получил на эти цели 55 миллионов рублей. Такие модельные библиотеки – это самое главное, что нам сегодня дает национальный проект. Это создание комфортного пребывания и родителей, и детей. И, конечно, очень приятно, что мы в первую очередь это направляем для детской аудитории. Сейчас в библиотеке идут последние приготовления к официальному открытию, которое запланировано на следующую неделю. То есть открытие у вас было 31 числа? Полностью, полностью. Открыли 31 числа. Да, 12 часов. Вот это подарок к Новому году, да? Для всех жителей Самары. Сегодня большая проблема у родителей – как-то оторвать, отвлечь детей от их гаджетов. Все они там, так скажем, просто, проще говоря, зависают. Ставите вы себе такую задачу? Это важно или нет? Или нужно как-то параллельно развивать и то, и другое? Чтение, и гаджеты, и так далее. Использовать все вместе. Да, это проблема есть. Действительно, современные дети меньше общаются друг с другом, и мы это видим, и не только мы, и родители, и психологи это замечают. Вот, поэтому как раз мы хотим, чтобы в детской библиотеке была такая территория дружбы, территория общения, неформального общения, где ребенок, придя в библиотеку, забыл свой телефон, оставил его в стороне и занялся чем-то более интересным. А чем он может заняться? Ну, это действительно очень много настольных игр для всех возрастов. Очень много мастер-классов мы проводим. И вот у нас только что прошли новогодние каникулы, абсолютно такое количество детей мы даже не ожидали. Ну, во-первых, мы открыты теперь, очень удобно. Мы с 10 утра до 8 вечера открыты, без выходных. В любой день к нам можно прийти. И учащиеся первый, второй, с медородителем, и всем удобно к нам приходить. Поэтому детям есть чем заняться у нас, отрываясь от гаджетов. Мастер-классы, вы сказали, чему можно научиться? Очень много мастер-классов проводим в библиотеке. И сейчас стали даже записываться на мастер-класс, потому что такое большое количество детей и людей к нам приезжает, что мы не можем даже вместить всех желающих. Это и бисероплетение, и рисование 3D-ручками, и скраббукинг, и бумаготворчество. Ну, в общем, очень много-много разнообразных мастер-классов. И даже название современное. Я бы хотела добавить, что немножко отличие взрослой системы, когда мы организуем мастер-классы. Мы всегда выбираем или какую-то тему, или какой-то проект, и уже в рамках этого проекта проводим определенный мастер-класс. Например, когда мы принимаем участие в акции «Вы все знаете тотальный диктант», то у нас проходит мастер-класс, который ведут сотрудники-библиотекари, но это получившие образование в госуниверситете с кандидатами, то есть кандидатские звания у них есть, у моих сотрудников. То есть это мастер-классы по работе с текстом. Когда у нас проходил фестиваль японской культуры в Самаре, то мы проводили мастер-класс по каллиграфии. Есть еще какие-то японские стихи, между прочим, как они называются? Как идею могу подкинуть, что тоже мастер-класс? Они очень сложные для взрослых, но это такой интеллектуальный багаж нужно иметь. Сейчас у нас проходил литературный фестиваль «Ирильки», и мы приглашали специалиста австрийской библиотеки, и он проводил мастер-класс по переводу с немецкого языка на русский. И вообще складывается впечатление, что мы все можем переводить. То есть определенные технологии, которые нас в рамках этого мастер-класса продвигают, и мы учимся. То есть вы привлекаете еще специалистов со стороны? А что касается кадрового вопроса, какую-то дополнительную подготовку ваши специалисты проходят, потому что библиотека выходит на новый уровень, следовательно, наверное, нужно поднимать уровень сотрудников. Чтобы быть интересным нашему читателю, нужно, во-первых, быть интересным себе. То есть это постоянное самосовершенствование развития. В рамках национального проекта, конечно, и школа повышения квалификации. Это проектный офис Российской национальной библиотеки в Москве. Они запустили определенные программы, которые сотрудники и восьмой библиотеки, вот этой модельной, вообще сотрудники нашей системы могут принять участь. Это и дистанционные были обучения, где мы получали определенные сертификаты и дипломы о повышении квалификации. Мы выезжаем постоянно в различные крупные библиотеки и в другие регионы Российской Федерации. То есть мы постоянно, конечно, а как это? Вот вы так сказали, что быть интересным нужно себя развивать, естественно. Татьяна Алексеевна, скажите, пожалуйста, что вы читаете? Как вы себя развиваете? Ваши любимые авторы какие? Что можете порекомендовать, может быть, так как вы этим увлечены и занимаетесь? Я люблю вообще классику перечитывать, да. Но из современных мне очень нравится проза Виктории Токарева. Ну, это мое личное женское проза. Да, душевная литература женская, да. Солидарна с вами в этом. Я бы порекомендовала Даниила Киза, я бы Дину Рубину, Гузель Яхину обожаю. Сразу видно взрослый. Там, вы знаете, вообще взрослая литература – это такие книги, которые нужно читать взрослым, чтобы понимать даже наших детей. Ведь Гузель Яхина, она два года назад, она была как раз автором «Тотального диктанта». То есть ее произведения сейчас снимаются и фильмы, замечательные. Что касается самих методик чтения, ведь нужно уметь правильно читать, не по строчкам бежать, вот как-то считывать информацию, как в нашем веке. Вот ваш, у нас в заключении уже программа, основной совет, как читать правильно, что важно для этого? Ну, абсолютно правильно вы сказали, что есть медленное чтение, чтение с остановками. И это очень важно, особенно для детей. То есть вдумчивое чтение. Мы читаем, мы задаем вопросы, а почему так или иначе поступил герой? Мы рассуждаем на эту тему, да. И ребенок понимает прочитанное, это очень важно. Да, и для взрослых тоже совет, потому что… Вот я бы сказала так, чтение – это есть… Первое, это, можно сказать, доступ к информации, да, то есть мы читаем, чтобы какую-то информацию. Второе такое направление – это когда какое-то интересное времяпрепровождение, когда мы примерим какие-то сценарии, да, для нехарактерных для нас событий. И основное, как бы, когда закладывалась вот эта функция чтения, она же появилась в процессе цивилизации, да. То есть это не та необходимость, которая есть у человека, там, прием пищи, сон, да. Да, 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 то есть это… Интеллектуальный. Вообще такая великая тайна, почему мы стали читать и писать, да. И основная эта функция чтения – это соприкосновение и вход в мир автора, погружение его в мир ощущений. Понятно. Это представители какого-то, ну, нашей элиты, да. Да, да, да. Да, то есть, как сегодня говорят, все ответы можно найти в книгах. Вот, потому что столько ситуаций, столько различных жизненных историй. Хотелось бы, знаете, еще немножечко… У нас просто выходит время, ну, очень коротко добавить. Да, добавить какую мысль, что в культурном смысле человеком невозможно родиться, им нужно научиться быть. И для этого нужно… Читайте книги, приходите в библиотеки. Спасибо вам большое за эту важную информацию, полезные советы. Думаю, что у вас очень много есть чего еще, чего рассказать и чем поделиться. Поэтому мы вас тоже приглашаем к себе в гости. Приходите. Спасибо, с удовольствием. Ну, а вам советуем посещать. Выпорядки, всего хорошего. Спасибо. Спасибо.